Я вам сейчас расскажу одну идею прямо для журнала «Техника молодёжи». Ну, по крайней мере, для такого, которым я его знал в детстве. Там всегда были всякие фантастические проекты, глобальные проекты переустройства планеты Земля, всё срыть до основания, понастроить островов таких 30-километровой высоты и жить в этих 30-километровых башнях, разводить там растительность и наслаждаться жизнью. Вот такие были там проекты. Или вот ещё один проект, замечательный совершенно проект, называется «Пусковая петля». Вот с помощью этой петли надо в космос выводить объекты. Это интересный очень объект. Смотрите, что это такое есть. Это, значит, гигантская труба на экваторе, естественно. Труба пустая внутри, а в этой трубе движется с огромной скоростью груз. Груз он движется. Он движется то в одну сторону, то в другую. Вы видите, вот так вот циркулируют петли, да? И на него, а это люди придумывали, которые прочитали первый том курса общей физики. Они знали, что на такого рода груз будет действовать силой инерции, которая называется центробежная. И они будут убегать от Земли. Вот это вот петля. И в конце концов, этой силы хватит, чтобы поднять. За несколько месяцев, по другим расчётам, через год, такого рода петля поднимется на 80 километров. И будет совершенно замечательный вид иметь. Вот, видите, как она из облаков торчит, её к земле чем-то тянут. Вот. А дальше всё очень просто. По этой трубе нечто разгоняется, поднимается уже на 80 километров. И вам не надо тратить ракетные двигатели, не надо ничего разжигать, да? Вот. И вот я тоже с удивлением прочитал в интернете, что есть целое такое течение, ну, в общем-то, научное. Я подумал сейчас назвать его околонаучное, но это неправильно. Оно научное течение, которое развивает вот такого рода идею. Безракетный способ запуска на орбиту спутников Земли. Вы знаете, я бы не стал её, вот эту идею, критиковать, ну, с такой силой, чтобы причислять её к ненаучным, к антинаучным. Дело в том, что вот я вот сейчас вот подумал, как мы сейчас запускаем на орбиту спутники. С помощью вот этих вот многоступенчатых ракет, которые съедают огромное количество энергии, которые расходуют огромную массу. Там что-то проценты от стартовой массы только оказываются на орбите. Проценты. Это в самых эффективных случаях. А первые спутники-то вообще были очень малогабаритные объекты, которые запускались в космос. И вот та первая идея Циолковского, которая послужила в дальнейшем развитию вот этой идеи многоступенчатых ракет, идея о космических поездах, она была совершенно фантастическая. Летит, так сказать, пачка ракет, потом пересяживается на другую ракету. Может, когда-нибудь из этого что-нибудь получится? Ведь, понимаете, есть идеи ещё более сумасшедшие. Вы делаете не вот такую вот петлю, по которой куда-то будет подниматься на 80-километровую высоту. Это, в общем-то, ничего особо удивительного в этом нет. А есть такое кольцо вокруг сегно земного шара. Кольцо. Представляете, стальное кольцо. И говорят они там, вот мировое производство стали вот такое-то. Строительство этого кольца потребует не более там нескольких процентов в год. И за несколько лет мы такое кольцо построим. Секции кольца, они друг в друга входят. Вот так вот, телескопично называется, да? И вот в какой-то момент времени внутри кольца начинает работать примерно тот же принцип. Что-то там раскручивается, разгоняется. И центробежные силы начинают кольцо отрывать от земли. Оно вот, ну, оно же телескопическое, друг в друга секции вложено. Они вот так вот раздвигаются, раздвигаются. И в конце концов кольцо оказывается на орбите. Ну, и тут начинает из него выгружать огромное количество груза, который попадает на орбиту спутника Земли. Вот, с помощью такого кольца. И все прекрасно, удивительно. Потом, значит, кольцо опять складывается и мирно опускается на Землю. Следующая загрузка, да, следующий, кто по очереди. И опять туда его поднимать. Кто его знает? Что критиковать? Согласно эргонической гипотезе, это гипотеза основа статистической физики, все, что не запрещено законами сохранения энергии, импульса и момента импульса, рано или поздно будет реализовано. Всех благ вам, удачи, до свидания.